С раннего утра экозащитник номер один на телефоне. У Мелса Ильюсизова горячая линия с журналистами. Он комментирует новость о судебном иске против себя. В суд на него подчиновники из Акимата. Они утверждают, что он нанес моральный ущерб целому управлению природных ресурсов, когда обвинил его работников в незаконной вырубке деревьев в Алматы. Акимат просто свою преступную деятельность хочет перебросить на меня, делая такие вот заявления. Я плевать хотел на их заявление. Я с удовольствием пойду в суд. И мало того будут доказывать, и встречные иски будут. И все это будет делаться максимально мощно. Мерзкие они люди. Уничтожили. 35 тысяч деревьев ломать. Председатель союза Табигат публично обвинил Акимат в связи с частной компанией, которая, по его информации, идут спиленные в городе деревья. Акимат так комментирует эти обвинения. Со своей стороны я хотел бы обратить внимание, что да, я сам читал в средствах массовой информации подобные высказывания, в частности от господина Елеусизова, о том, что создано специальное предприятие по изготовлению древесного топлива. Могу сказать, что мы проанализировали эту ситуацию в городе. Нет предприятий, которые занимаются изготовлением подобного вида продукции. Кроме того, эта информация недостоверная, в связи с чем наше управление, управление природных ресурсов подало иск в суд. Массовую вырубку деревьев чиновники называют омоложением зеленого фонда. Такая формулировка еще больше возмущает Елеусизова. Он и здесь видит злой умысел. Просто молодые саженцы нужно кому-то срочно продать, говорит он. Проверить этот факт экозащитник просит в своем письме финансовую полицию. Евгения Сазонова, Александр Платонов, Алматы, Казахстан.